Детское радио представляет Видимо, невидимо С тех пор, как в лапы огромного лесного тролля попал обломок обыкновенной лупы, жизнь великана полностью переменилась. Здравствуйте! Я тролль, если забыли. У меня есть единственный в мире невидимый зоопарк. Сегодня я отведу вас в пещеру. Там у меня... это... ночная экспозиция. Проходите. Если вдруг увидите стаю шмелей, вы не бойтесь, не укусят. Это летающие свиньи. Ага. Самые маленькие млекопитающие на земле. Из отряда рукокрылых. Ну, это вы знаете. Рукокрылые – это те, у кого передние конечности преобразовались в крылья. Летающая свинья – одна из них. О! Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Летят. О! Видите? Малюсенькая свинья только с крыльями. Пятачок вместо носа во всю морду. Долгое время о ее существовании люди, а уж что говорить, тролли, даже и не догадывались. Таиландский биолог по имени Китти, фамилия... как-то мудрена, открыл эту крошечную летучую мышь. Ростиком со шмеля. В этой крошке есть все, что нужно летучим мышам. Крупные ушки розовые, крылья широкие с перепонками, только нет у нее хвоста почему-то. Еще не понял почему. Живут они вот в таких вот известняковых пещерах в Таиланде. Бодрствуют по ночам. Вылетают небольшими группками. Охотятся на насекомых. Общаются с помощью ультразвука. Спят вниз головой и кормят своих детенышей молоком. Эти крошки – заботливые родители. Каждый год в каждой семье рождается один-два детеныша меньше маковой головки. Они чуют своих родителей по запаху. Хе, малышей я видел только раз. Но моя популяция летающих свиней постоянно растет. А в мире вот, в мире, да, все не так гладко. Ученые занесли этих малюток в красную книгу. Потому что на всей планете их осталось не больше пяти сотен. Моя мечта – восстановить численность этих крошек. Надеюсь, все получится. Их тут у меня, ха, видимо-невидимо. Видимо-невидимо.